Стычки и взрывы шашек у Верховной Рады, а депутаты принимали законы. Там же был и президент. Что приняли, кого уволили, кого назначили и вообще, что там происходило? Екатерина Лысенко подробнее. Провокации возможны, к ним готовятся. У парламента это особенно видно. Охрана по всему периметру, силовики на каждом входе. Центральный стригут штурмовые овчарки. На случай, если кто-то будет ломиться в Раду, внутри спокойная жизнь. Депутаты регистрируются, плакаты вешают. Пришел и президент. Отставка гилитеи, назначение нового министра обороны, первые вопросы и одно и второе голосованием поддерживают. Армией руководить теперь будет Степан Полторак. Украина потребует мира. Я четко разумею и знаю, что необходимо делать. Для этого мне нужен час, ваша поддержка и помощь. Нового министра президент называет патриотом, сумевшим с нуля построить снацгвардию. Теперь пора и армию. Но речь Порошенко прежде всего адресована нардепам и их критикам. Масштабы и тональность этой критики такие, что часто, густо, она выливается в поплюжение, тацкувание Збройных сил Украины. Кто хочет не пиару, а реально допомогти армии, друзья, тому краще не в телевизор. Ласкаво просим до приема президента. И приемная президента заработала прямо здесь. Порошенко выстроила с очередь. Одновременно в зале голосуют. Пашинский по старинке, кнопка давит. В итоге антикоррупционные законы принимают. За 233 голоса решение принято. Замялись депутата только на одном законе о создании антикоррупционного бюро. Это именно то, что необходимо в Украине для борьбы с высокопосадовой коррупцией. Согласно закону, граничная межа 700 человек. Если будет слишком раздута бюро с региональными отделами, есть безопасность, чтобы они не перетворились на то, чем есть СБУ. Кто? Ангели с белыми крилами будут работать в антикоррупционном бюро? Где вы возьмете этих ангелев? Из прокуратур, из судов, из СБУ. Для того есть решение суду. Если он коррупционер, возьмите его за задницу и посадите. Но, соответственно, к вымогу закона. Главные правки внесли. Новые антикоррупционеры смогут работать только после решения суда. Закон поддержали. За антикоррупционные законы голосовали и бывшее большинство, и нынешняя оппозиция. Но с оговоркой. Сегодня мы требуем отставки правительства. Понимаем при этом, что через два месяца оно и так должно будет уйти в отставку. Но я абсолютно уверен, два месяца мы не переживем с этой властью, которая сегодня на выборах, и кроме выборов ни о чем не думает. Но залог не до того. Там закон Абупа пытался внести. Мы признаем борьбу Абупа борьбой за государственную независимость Украины. Историчная справедливость должна торжествовать. За окнами тем временем собрались люди в балаклавах. Охрана переодевается прямо в кулуарах. Пока в сессионном зале в который раз пытаются внести в повестку дня закон Абупа, под парламентом дымовые шашки. Силовики укрепляются на ходу, а в кулуарах запахло порохом. Стекло разбито, окна зашторены. Улица требует закон. Турчинов пытается его внести семь раз подряд. Завают к сердцу и, как тут многие заметили, напоминала это аукционные торги без самого лота. Лота нет, торги не состоялись. Свобода пошла уводить своих. Свобода участия в провокациях не брала и никогда. И за это я отвечаю. Я думаю, что правоохранные органы разберутся, кто и что. Мы с вами являемся свидетелем действительно осуществления таких провокаций. Заказчик это Россия, то есть заказчик это ФСБ, это Путин, для того, чтобы показать, что якобы власть в стране не контролирует ситуацию. Закон даже не внесли в повестку дня. Спикер Турчинов посчитал, нардепов не хватает и с облегчением закрыл заседание. Из Рада депутаты уходили подземными ходами. Через комитеты, где активисты их не ждали, а могли бы. На центральном же входе следы крови, шайбы для рогаток и силовики.